Новости 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 минут осталось до выпуска. Здравствуйте, это 3,5 минуты тоже. Спасибо большое. 3,5 минуты. Все мало до прямого эфира. Да, и сообщи, пожалуйста, из каких минут состоит весь выпуск. Так, Олеся, выпуск состоит из 30 минут 29 секунд. Если быть точным, да? Да. Пожалуйста. Это она дальше у себя эфирную сетку выстраивает, какие программы дальше следуют. Поэтому мы ей сразу сообщаем, сколько будет хранитраж нашего выпуска. Так. И получив этот выпуск, всю эту таблицу, мы выстраиваем, какой сюжет за каким идет. Давай, читай. С самого начала. Это приветствие, это начало у нас. Приветствие, да. Потом шпигель. Как понять, что такое шпигель? Шпигель, это у нас состоит из кратких аносов, именно самые значимые сюжеты в кратком варианте. Вот мы получили по всю эту таблицу, то есть она из всех сюжетов. Она из всех. Прямо в общем. Имена. А, имена. Самых значимых, коротких в самом выпуске. Все. Вот. Естественно, мы это выстраиваем по из сетки к черноц, мы это все забираем к себе и выстраиваем вот эти все файлы. Мы вот тут видим все шпигель 1, шпигель 2, шпигель 3, да? Так. Вот они у нас есть в этом тексте. Вот распечатано в полном варианте. Вот они у нас разделены, что зачем идет. Мы сейчас вот это все выстраиваем. Там у нас проходит суфлер, мы ее тоже уже чуть-чуть заранее выстроили и мы начинаем трактовать наш эфир, подготовку к эфиру, да? До того, как мы вообще тракт проводим, мы сразу смотрим баланс, диафрагму, насколько средний, там крупный, какие нам планы нужны на всех трех камерах. Вот общий план у нас на двойке, на тройке у нас крупный план и вот на этой кнопке у нас первая камера в средний план. Он поворачивается сюда. Отлично. А отсюда мы на пятерке мы запускаем все сюжеты. Говори, мы начали тракт, говори. Начинаем. Мы начинаем тракт. Все. И отжимаем четверку, чтобы мы ему не мешали. Вот это минута. Минута? Все, мы с ним проверим. Все, у нас осталась минута, так что мы не можем, пока никакого тракта не проводим. Азри, это у нас осталась минута, тракта не будет. И по команде. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, вот там наверху мы видим эфир. Два, один, эфир. Все, видишь, мы поехали. Все, мы вставим на паузу вот здесь, чтобы мы не выскакивали. И на камере два, мы выходим на общий план. И теперь мы должны дать команду внимание студия. Говори. Сейчас, говорит. Внимание студия. Здравствуйте, вас приветствую. С турбой 12, телеканал Архив 24, студия Зарит Аркенов. Это программа событий дня. И самое значимое интересное, что мы ему не мешали. Мы сейчас в репортаже. Наши приз патента, сегодня пропускаем. Вот мы запускаем первый шпигель. Сегодня мы вспоминаем родных и близких. Я вижу, что с полей войны. День памяти и скорби. Сегодня в Черкесском мемориале вечного огня собрались десятки жителей гостей города, чтобы еще раз всем вместе отдать память героическим предкам, сражавшимся с фашисткой чумой. Все, шпигель закончился. Сейчас он в кадре появится и будет дальше читать подводку. Так. Студия. Вся Россия отметила сегодня день памяти и скорби. Тут подготовлено, чтобы подведав его за сюжет, который сейчас воюет. Так началась самая кровопролитная война в истории человечества. Память о тех, кто воевал на фронтах в Великой Отечественной, кто сутки напролет кружился в тылу, кто пал за свободу. Вот он сейчас, когда подводку вот там прочитает по суфлеру, вот здесь выводим дальше сюжет. Мы внимательно его слушаем, чтобы не прослушать, где он подводку прочитает. Видишь, да, как он читает? Да. И запускаем сюжет. И останавливаем суфлер, да? Суфлер останавливается. И вот здесь по громкой, сейчас на четверку ты у нас нажмешь и скажешь, что 4 минуты сюжет идет, перебивки нет. Говори. Азрет. 4 минуты идет сюжет, перебивок нет. Все. И отключаем. И теперь мы сидим и ждем, пока пройдет сюжет. И не просто ждем, мы смотрим на сюжет, все ли правильно идет, отслеживаем. Ну, во время тракта, естественно, мы это все видели, но еще раз надо отсмотреть, чтобы какой-нибудь врачок там видео или там на словах, по видео или на словах что-то не проскочило. Мы должны за этим все внимательно следить. А когда остается полминутки, мы сообщаем Азрету, что осталось полминуты, и сообщаем еще за 10 секунд, чтобы он был готов опять проводить дальше эфир. У нас идет сейчас сюжет первый, после шпигеля, митинг о дне памяти и скорби. А потом он будет читать следующий сюжет, подводку. Мы ждем сейчас... Пока у нас сюжет закончится. Да. То есть за 30 секунд мы должны и предупредить его за 10 секунд. Да. И, естественно, мы эту роль передоставим тебе сегодня, да? Ты будешь сегодня у меня ассистентом ближе всего. Я, кажется, волнуюсь немного, когда я общаюсь с Азретом через такую связь. А вот здесь полная распечатка этого сюжета. Мы увидели, что он вот эту подводку прочитал. Смотрим вот этот сюжет. И откладываем в сторону вот туда. В стороночку. И ждем, пока он следующую прочитает. Это следующая подводка. Да. Это следующий сюжет. Он совпадает, да, с нашим скриптом? Да. По программе идем правильно, да, по таблице? Вообще, я хочу сказать, что режиссура выдачи, скажем, на прямом эфире не только новостей, вообще всех прямых эфиров именно режиссура, она очень такая вот волнительная, как ты самозаметила, да, но в свою же очередь она очень интересная. Но я считаю, что тут, может быть, если что-то случается в эфире там, или у нас если какой-то сюжет завис по технике, да, или по техническим причинам, мы переходим туда, но заранее сообщаем через за секунду Азрету, что он читал дальше. И мы включаем, скажем, полную импровизацию. А потом, естественно, на следующий выпуск у нас этот момент мы исключаем с технической группой, нашей инженерной группой, чтобы этого, скажем, небольшого косяка не было, и работаем дальше в 21-30. То есть это такой небольшой стресс каждый день, каждый прямой эфир. интересное. Ну да. Прямые эфиры, они интересны тем, что мы... Доза адреналина обеспечена. Да. А когда все заготовлено, записываем программу, естественно, какая-то расслабленность, мы можем и планы переставлять, или еще что-то, и так далее. Ну да. Вот. У нас вот это, например, следующая подводка читается на камеру 3. Да? Мы ее держим в среднем плане. Тут перехода на единичку нет. Единичка – это на другую камеру. Так, мы время не упускаем? Нет. А где отслеживается время? Вот. Вот я, может, я проведу. Вот еще минуты до окончания эфиры на сюжете. И держим в среднем плане. Мы, опять же, на тройке будем выходить на следующую подводку. Что тебе еще бывает? Так, да мне вообще все интересно очень. Мне вообще интересно, как себя чувствует Ама Зред, который вот один там сидит в прямом эфире. Ну, я думаю, что он уже привык к своей работе. Ну да. Поскольку я знаю, он уже 3 года, да, их ведет? Да. Ну вот вдруг что-то случилось, там, я не знаю, суфлер как-то зависит. Суфлер зависит, он, естественно, он берет листочки и начинает с листочков по себе читать. А, вот так. Он спокойно дальше продолжает. Вот у нас осталось сколько секунд до конца, в сюжете. У нас осталось 20 секунд. Ну, нажимаем на четверочку и ждем. Когда останется 12 секунд, говорим чуть-чуть заранее, что осталось 10 секунд, читаем на тройку. Говори. Так, осталось 10 секунд, читаем на тройку. Все, включаем его. Такое ощущение, что... 3, 2, 1, студия. 1418 дней ночи в войне. И науку. Вот нажимаем, чтобы мы не мешали своим звукам. Своими переговорами. И вот у нас готов следующий сюжет. Говоря о том, что читаем на тройку, мы говорим, что он... его снимают сейчас в третьей камеры. Да. Как-то это звучит... читаем на тройку. На тройку, да. И заодно мы следим, правильно ли идет наш сухлёк. Не ошибается ли он. Вот и запускаем сюжет. Пошел сюжет. И что мы должны сделать со зрителем? Какие переговоры? Нет. До того. Сказать ему хранометраж сюжета, да? Сколько минут идет? Вот он, да? 5 минут 50 секунд. Сообщаем. 5 минут 30, ну, чуть поменьше скажем. 5 минут 30 секунд сюжет идет. И перебивка есть. Говори. Азрет, сюжет идет 5 минут 30 секунд с перебивкой. Молодец. Круто. Нормально? А ты вот не отжала, значит, он тебя не слышал. Да? Еще раз говори. Теперь я сказала с 5 минут. Азрет, сюжет идет 5 минут с перебивкой. Он нас понял, да? Он понял, он кивнул. Что здесь делаем? Так, что мы делаем? Мы смотрим следующий сюжет. Откладываем, да, листочки? Да, вот этот откладываем. Чтобы нас следили за ним. И вот следующая подводка у нас идет вот здесь. Как у нас следующий сюжет называется? Представление министра МВД. Это такой, да, значимый сюжет и значимое событие для нашей республики такое. Прошел новый министр. Мы можем заранее прочитать, кто у нас назначен. Так, давайте прочитаем. Сегодня главе Карачаева-Черкесии Рашиду Тимрезову был представлен новый министр внутренних дел по Карачаево-Черкесской республике Игорь Трифонов, назначенный на эту должность указом президента Российской Федерации Владимиром Путином. Во встрече принял участие начальник главного управления МВД России по Северо-Кавказскому Федеральному округу Сергей Батчурин. Все? Молодец. Сколько вас человек вообще в команде? Каждый день? Каждый день, но со мной работает еще на вечернем эфире основной наш выдающий режиссер это Станислав Дуткин. А днем выдает у нас Адам Абидов. И звукорежиссер, естественно, у нас Инесса Клобукова и Ольга Михеева. Так. И в команде работает где-то три человека, это стабильно. Каждый выпуск эфира. На прямых эфирах. А на записи вдвое. Режиссер, который записывает и звукорежиссер, который следит за звуком и выдает звук. Ася, скажите, пожалуйста, вы когда поняли, что хотите стать режиссером? С какого возраста? Или это кто-то за вас решила? Или вы сами приняли? Нет, я сама абсолютно решила. Я вообще с детства очень любила кинофильмы. Я очень любила телевидение. Даже фильмы, которые проходили во всех кинотеатрах нашего города, я честно скажу, что я ни один фильм не пропускала. Естественно, за это меня ругали родители, а я как-то вот отнекивалась и говорила, я не все время хожу в кинотеатры, я только когда будут новые фильмы, только тогда хожу. Но это так. И я даже ходила с программой передач, чтобы я по телевидению там не пропустила ни один фильм. Ну, у меня первая профессия это инженер-механик, потому что я очень любила черчение в школе. А потом уже, будучи взрослой, уже как бы поняв, что я еще что-то хочу, я пошла, поступила в городе Нальчике, в Северокавказский государственный институт искус на режиссера и журналиста. Режиссура кино и телевидения, не так специально своей называется. Я абсолютно, скажем, добровольно пошла. То есть и ни разу не пожалели после этого? Нет. Все, вот вы когда закончили институт, вы начали свою деятельность режиссера. Где и когда, через какой период? Ну, я начала, вернее, я уже работала на ГТРК в Крачево-Черкесии. Проработав там где-то два года, я поступила учиться в Нальчик. Вот так вот? Да. Я заочно окончила институт с красным дипломом, очень похвастается. Ой, молодец! Я очень люблю, может, от того, что любил свою профессию, я вкладывала туда все, что могла, все свои знания. Но в это время мы не должны забывать следить за нашим хронометражом. Что мы говорим о зрителе? Да, вот у нас осталось 10 секунд. Да? Да. И перебивка есть. 5 секунд, перебивка есть. 5 секунд и перебивка есть, о зрителе. Отключай. 5 секунд до конца, до начала. Вот перебивка пошла. Так, перебивка. Теперь студия. Вот он перешел на средний план. Я перешла на камеру один и он продолжил свой отец. До этого момента он возглавлял главным управлением ВД России под городом Екатеринбургом. С новым министром сегодня познакомилась иначе респондент Катерина Иванова. Вот мы запускаем сюжет. И теперь смотрим, здесь есть перебивка или нет. Представление министра ВД без перебивки, да? И вот здесь мы ставим на паузу. Вот, можешь, как говори, сколько секунд, минутку. Поджимаем. Вот, отожми. А зре. 4 минуты 10 секунд без перебивок. Все, теперь отключаем. Отключаем? Нет, наоборот. Правильно. Откручи. Вот, чтобы мы ему не мешали. Вот так. Все. Вот. И продолжая твой вопрос, Элина, я бы хотела сказать, выбирая себе профессию молодые люди, вот именно по моей профессии, да, по режиссуре, я бы хотела сказать, чтобы они интересовались кино, интересовались телевидением, что у нас происходит, как у нас идут эти съемки, вот не только у нас, и смотрели центральные, и другие зарубежные каналы, как все это происходит. Я думаю, что молодые люди, ну вот, школьники, которые сейчас получают дипломы, я считаю, что, если они пойдут по этому пути, я думаю, что им тоже не ошибутся. Это очень интересная профессия. Отслеживая за эщером, не только, скажем, за видео, у нас есть еще работа звукорежиссера. Сегодня ее выполняет Инесса Глобукова. Она отслеживает звук, не только, как Азрет у нас говорит, с каким уровнем звука, естественно, она смотрит еще за уровнем звука нашего сюжета, как он выходит. Естественно, это все выравнивает, за своим пультом, и чтобы у нас перескоков не было по звуку. Она все это аккуратно выполняет. Тоже очень ответственная, сложная работа. Не менее ответственная, чем у нас. Так. Усталась минута, все готово, да, по сюжетам. Все, внимание. Студия. Видишь, когда мы не отслеживаем по времени, мы могли опоздать и на косячи, естественно, у нас пошел бы враг. Время которого отвечали на самые разные актуальные вопросы. Наша съемочная группа побывала на встречу. Ахмед Куму, как молодой специалист, парень только... Все. Говори ему, что минута 20 перебивки нету. Сообщай ему. Азрет, минута 20 перебивки нету. Сколько осталось у нас? Так, у нас осталось 25 секунд. За 12 секунд мы ему скажем 10 секунд. Перебивки нет. Перебивки нет. Сообщай. 10 секунд перебивки нет. работу. На данный момент там уже ведется оснащение всем необходимым оборудованием. Вадима Лайпанова, Олег Молхожев, Радомир Князев, Орхэс 24. Студия. Теперь у нас написано здесь БЗ-анонс, да? Скачет на 26 июня. И что такое БЗ-анонс? БЗ-анонс. БЗ-это означает, что это не сюжет, а информация, перекрытое видео. А за кадром он читает информацию о зре. Вот здесь написано слово видео. Вот с этого момента я начинаю показывать видео, да? Закрывание видео. А потом идет слово БЗ-анонс. Это мы рассказываем про скачки, которые будут состояться 26 июня. Потом опять даем отбивку и переходим на следующий сюжет. Вот у нас и дальше по программе идет по выпуску БЗ-парад выпускников. Это значит, что у нас... То есть мы будем показывать, что будет такой парад выпускников, да? Да. И за кадром, естественно, у нас ведущий Азри Таркенов порассказывает, да? Что там предстоит на этом параде. Так. Сколько у нас там времени? Ну, у нас еще много. У нас еще 2,5 секунды. Почти. Да, 220. Расскажи нам, пожалуйста, вот самый такой случай, запомнившийся, да? Угу. Так, каверзный, так скажем, который вот все. Тут что-то не так. Какой все готово и все не так пошло. Да, 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 да. Это, можно сказать, наш самый первый эфир на этом телеканале, на Арказ 24. Так. Когда у нас все было готово к прямому эфиру и у нас должны были проходить и телефонные звонки в прямом эфире, и здесь у нас все готово, вся наша техника, и как бы камеры готовы, все-все готово. И вот начался наш прямой эфир. В это время кто-то нам звонит, мы не можем провести звук в студию, звонки не проходят. Естественно, мы в это время, ну, опять, мы включаем импровизацию, идет дальше, у нас ведущий в кадре что-то говорит, ну, продолжает тему. В это время, пока, скажем, отвлечение, скажем, вот этого технического маневра, в это время инженерная группа подготавливает телефонный звонок. Ну, на проводе же у нас редактор висит с тем же звонком, с прямым. И, естественно, он подготавливает, и мы бегом выходим в эфир, он включает, и у нас идет звонок. Мы были очень рады этому, потому что мы, когда мы подготавливали технику, мы даже не предполагали, что такой момент может произвести с телефонным звонком. Одна перекрывашка осталась, да, с информацией. Мы заранее предупреждаем отдел выпуска, который там сидит, эфирную группу, что у нас вот этот сюжет заканчивается, еще одна высышка, и заканчиваем эфир. Да. Предупреждаю. Ее зовут Алиса, помнишь, да? Что говоришь? Она с нами на связи, что у нас вот это последний сюжет, потом перекрывашка и прощалка потом. Говори, сюжет заканчивается. Так. Олеся, сюжет заканчивается, перекрывашка потом. Потом перекрывашка. И прощалка. И прощалка. И прощалка. Тебе спасибо. Вот у нас сколько осталось до конца этого сюжета? Полторы минуты. Полторы минуты. Так про самый казусный момент прямого эфира. Так они рассказали. Вильнули вот там. Даже не хочется. С недостатком времени. Ты даже не знаешь, что рассказать. Реально я не могу вспомнить. Ох, Ася, как так? А как у вас нет вот таких прям интересных историй? Хорошо, если речь идет не о прямом эфире. Не о прямом? Потому что, знаете, почему у нас нет на прямом эфире таких казусных случаев интересных? Потому что мы должны находить выход из любой ситуации. Включать импровизацию и так далее. Подключать техническую группу и так далее. Мало секунд осталось, что мы говорим о зрету. Что 10 секунд без... Перебивки. Быстрее говорим. 10 минут? Нет, 10 секунд. 5 уже секунд без перебивок. Убирай. Студия. Перебивки нет. Я сразу ставлю на паузу. И он дочитывает вот этот текст по сафлеру. Мы его включаем в эфир. Да? Так же центральная площадь города превратится в огромную танцевальную площадку. Юноши и девушки закружатся в едином вальсе под открытым небом. Продолжится бал выпускников праздничным концертом. В числе приглашенных коллективы Санкт-Петербурга и Краснодара. Завершится мероприятие красочным фейерверком. Сейчас еще ждем один кадр в студии. Таким, на наш взгляд, были основные события дня. Мы даем субтитры его. Заведуемся новости республики на сайте Республиканского информационного агентства «Карачао-Черкесия» и на нашем канале «Аркс-24». Номер телефонной редакции 238940 и код города 8782. И переключаемся на учеклам. Все, и запускаем конечную заставку. Так. И сейчас она нам скажет, что мы вышли с эфира. Здесь останавливаем запись. Спрашиваю, Олеся, вышли с эфира? Олеся, мы вышли с эфира? Все, да. Спасибо большое. Вот. У нас эфир прошел на ура. Ну что, несмотря на то, что я вам мешала, и вам, и Азрету, и Олесе, мы вроде как справились. Залина, я бы сказала, что ты не мешала, ты нам помогала. У тебя удачно, очень хорошо получилось покомандовать. Покомандовать. Через связь, да, по микрофону и выпуском эфира, и Азретом, естественно. Я хочу сказать, что очень интересная профессия. Если вдруг останусь без работы, возьмете меня. Обязательно. Я думаю, что из тебя получится очень хороший и удачный такой, ну, скажем, креативный режиссер. Креативный. Ой, отлично. Умница. Спасибо вам, ребята. Спасибо, ребята.